Всем привет! Сегодня в этом видео я вам хочу показать одно системное изначально уже встроенное приложение, которым мы никогда не пользуемся. Но при этом оно всегда работает в фоновом режиме и потребляет заряд батареи. Если интересно, что это такое, поддержите видео лайком и давайте начинать. Заходим в главные настройки, спускаемся ниже приложения все приложения. Вот тут убеждаемся в том, что включен пункт показать все приложения. И вот тут в строке поиска пишем три английские буквы C, N, E. И вот наша программа, пожалуйста, обратите на нее внимание, что она работает всегда в фоновом режиме и потребляет при этом 41 мегабайт оперативной памяти, что в общем-то немало. Особенно в том случае, когда мы постоянно удаляем такие вот системные приложения, то в целом это принесет очень хорошие плоды. Заходим сюда и тут показано якобы все по нулям. Трафик 0, батарея 0. Но несмотря на это, постоянная работа наблюдается и тратится 41 мегабайт оперативной памяти. Конечно же, мы должны удалить это системное приложение, но давайте я вам расскажу, что оно вообще делает. Эта вот системная программа автоматически выбирает, когда ему лучше использовать Wi-Fi, а когда 3G или 4G. И, ребят, согласитесь, что этим мы не пользуемся, потому что уже изначально в наших смартфонах установлена следующая настройка. Когда мы подключены к своей точке Wi-Fi, то у нас автоматически работает Wi-Fi интернет, вот как у меня сейчас. Если же я из дома выхожу куда-то там на улицу, где я теряю связь со своей точкой Wi-Fi, то подключается автоматически мобильная сеть. И эта настройка изначально есть в наших Android смартфонах, но при этом эта функция постоянно работает, хотя она в этом процессе никак не участвует. Поэтому я предлагаю вам ее удалить. Как мы это будем делать? С помощью компьютера. И вот тут в правом верхнем углу я прикреплю подсказку, которая вас направит на видео, где я более подробно говорю о том, как правильно удалить системные приложения с вашего Android смартфона, которые бесполезны и так далее. Там все подробности из этого видео вы узнаете. Я сразу же перехожу к делу. Вот у меня компьютер, установленная программа, называется ADB App Controls. Я подключаю USB кабель к своему ПК и сейчас будет автоматически происходить синхронизация. Передача данных. На телефоне включаете откладку по USB и идет синхронизация. Сейчас вы видите с моим смартфоном Poco X3 NFC. Эта программа ADB App Controls интересна и актуальна тем, что она подключает к себе огромное большинство смартфонов. Не только Xiaomi, но и Honor, Huawei, Samsung и так далее. Что мы делаем, ребят? Вот тут вот в строке поиска мы пишем следующую фразу. CNE. Три английские буквы. Так же самое. Мы видим вот эту программу. Мы берем ее просто сразу же и удаляем. И сейчас вы заметите, что на смартфоне она тоже автоматически пропадет, как только здесь произойдет удаление в этой программе на ПК. Да. Смотрите. Оп. Видели? В первую очередь на смартфоне пропала вкладка данной программы, а потом и на ПК. Все. Смартфон у нас чистый. Можно сказать, что мы удалили эту программу полностью навсегда, потому что она бесполезна. Она никакого участия не принимает, потому что за эту функцию принимает участие уже другая настройка. Ребят, если это видео вам понравилось, поддержите его лайком, оставляйте свои добрые комментарии, подписывайтесь на канал. Всем желаю успехов, удачи, ребят, и всем пока.